Но я хотел бы вам сегодня представить альбом Великого князя Константина Константиновича. Этот альбом, поверьте, собирался с очень большим трудом. Почему? Потому что очень много было препятствий. Многие не хотели, чтобы этот альбом вышел. Но многие это кто? То это некоторые архивные структуры, это структуры властные, потому что как же так? Здесь столько всего сделано этим человеком, Великим князем. И как это так взвесить сегодняшнюю, как сказать, работу и деятельность прошлого человека. Этот материал я собирал с 89-го года. Я сталкивался с большими трудностями, чтобы собрать этот материал. Но Господь был ко мне благосклонен. И этот альбом вышел. В этом альбоме я постарался собрать все, что связано с Великим князем. В этом альбоме уникальные фотографии, документы. Его жизнь в этом фотоальбоме. Великий князь родился в 1858 году в Константиновском дворце. Великий князь 26 лет был президентом Российской Академии Наук, генерал-инспектором, руководителем военно-учебных заведений. Константин Константинович был прекрасным поэтом, драматургом, актером, режиссером, композитором. Великий князь для нас оставил, наверное, то, что еще можно изучать и изучать. Он не весь еще до конца открыт для вас, для нас. Конечно, хотелось бы, чтобы нашлись люди, которые могли бы его переиздавать, которые могли бы изучать его. Его письма, дневники – это уникальный материал для прекрасных, замечательных исследователей. Не просто для тех, кто ищет какую-то сенсацию, вот кем он был, вот чем он занимался, а чтобы что-то прекрасное найти, полезное для общества. Я счастлив, что на базе этого альбома я создал фильм, посвященный великому князю также. Это два часа, где его тексты были озвучены. Прекрасные романсы в этом фильме звучат. И я рад, что эти два проекта, они созданы. Спасибо Господу, спасибо великому князю, который дал возможность воссоздать память о нем. И я хотел бы прочитать стихотворение, которое великий князь написал. Это его книга, которую мне подарили. «Когда, провидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердцем радостью порой, тогда тебе я повторяю снова, Христос с тобой». А если грусть, печаль и огорчение Твоей владеет робкою душой, тогда тебе твержу я в утешение, Христос с тобой. Любя, надеясь, кротко и смиренно, свершая, о, друг-то, этот путь земной, и веру, что всегда и неизменно Христос с тобой.